Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня делаем абсолютно честный обзор на типа 57-го. Его можете вы купить сейчас в бюро находок за 8000 голды. В принципе, голая машина, просто машина, слот в ангаре. Ну да, есть еще открытое все оборудование, что позволит вам сэкономить, ну где-то в районе 2 миллионов серебра. Все, в принципе, на этом набор заканчивается. Что касается самой тачки, машина, в принципе, довольно-таки неоднозначна. Давайте начнем с ее орудия. Обсудим все плюсы и все минусы. Но, что касается однозначных плюсов, это угол склонения орудия вниз минус 9, что очень комфортно. 430 единиц альфы, что довольно-таки неплохо для 8-го уровня. Что касается осколочно-фугасных, то 570 единиц урона, но пробития 65. И не могу сказать, что его достаточно для того, чтобы закидывать нормально осколочно-фугасные. Хотя порой они помогают сбить захваты, либо нанести урон сопернику, которого ты не можешь пробить. Даже если, допустим, заряжаешь кумулятивные на 260 единиц пробития. 218 пробития на базовом снаряде. Ну и в целом можно было бы поставить подкалиберные, ребят. Но при этом тогда время перезарядки будет больше 14 секунд. Сейчас оно 13,65. И при этом, ребят, у вас получается ДПМ в 1890. Это крайне-крайне маленький ДПМ для 8-го уровня. И здесь необходимо работать не от ДПМ, не от КД, а именно от СУФЫ. Ну, это единственное, в принципе, что вам остается. Плюс к тому, не рассчитывайте на то, что вы будете бодро отыгрывать на дальних расстояниях. Потому что время сведения 5,1, это просто безбожно. Ну, а что касается разброса на 100 метров, то тоже далеко не идеал. Чуть-чуть меньше 0,4. Ну, короче говоря, не сильно приятные показатели по орудию в большинстве своем. Что же касается брони. Казалось бы, машина выглядит просто-таки как монстр бронирования. Очень классные все вот эти вот скосы брони. Но, ребят, по факту здесь не все так бодро, как казалось. Здесь машина забронирована не самым лучшим образом. Да, есть хорошие приведенки, вопросов нет. Но проблема заключается в том, что есть огромнейший просто нижний бронелист, который пробивают все, кому не лень. Если вы начинаете вот так как-то доворачиваться, то вас сюда начинают шить. И это тоже зона, согласитесь, просто огромная по сравнению с общими размерами машины. Ну, что касается башни. Да, от башни отыгрывать можно. Окей, вопросов нет. Ком-башня по размерам не такая уж и большая в целом. Поэтому выцелить ее как бы не то чтобы составляет большого труда, но и особой легкостью тоже не назовешь. Что касается ромбования. Ромбовать можно. Здесь очень классные приведенки. Просто шикарные. Но, ребят, при этом всем напомню, что вы как-то должны находиться так, чтобы вот эта вот зона, она была спрятана зачем-то. Но при этом всем, ребят, вы стрелять не сможете, потому что ствол ваш находится четко над вот этой вот слабой зоной у корпуса. Таким образом получается, что ромбовать вы сможете только тогда, когда вы сделали выстрел и заезжаете за укрытие, продолжая движение вперед. И таким образом, в принципе, вам просто, ну, сзади, так сказать, в бедро не попадут. Что касается бортов. Здесь, в принципе, все довольно-таки однозначно по слабости бронирования. Что касается кормы. Здесь 40 миллиметров. Поэтому будут делать крайне больно и неприятно, если будут туда забрасывать. Плюс к тому, очень четенько заходят фугасы вот сюда, вот. И это связано с тем, что когда фугас сюда залетает и разрывается, то осколки начинают бить по вот этому вот, вот этому вот броней, ну, не бронелисту, а, как правильно сказать, листу, который закрывает низ затылка башни. Здесь всего лишь 50 миллиметров брони. И здесь сверху тоже не так уж и много, 45 миллиметров, еще меньше даже, чем в башне. Поэтому вот в этом вот пространстве разрыв фугаса наносит довольно-таки неплохо. А так, в целом, ребят, брони здесь, я бы сказал, практически нет. Что касается сравнения с другими машинами. Можно было бы пострадать какой-то дурью, попытаться найти им кого-то похожего на восьмом уровне, сделать как-то вот так вот, потом убедиться в том, что на уровне сейчас, между прочим, ни много ни мало целых 34 только премиумных машины. Я не говорю уже про все остальные. И тогда вы понимаете, что у вас здесь будет такая простыня, что вы только из пальца высасывая найдете, с кем данную машину сравнивать. Стоит только отметить, что показательным является то, что ДПМ, как вы видите, находится, как я люблю говорить, на уровне плинтуса. 1900 ДПМа это просто, просто, безбожно, никчемно. Есть только несколько машин, которые повторяют данный ДПМ. Это из три защитника, который уже безумно морально устарел. Это Супер Гусь, который, опять-таки, тоже крайне устаревшая машина. Это Колебан, на удивление. Ну, вот как есть, так есть. Да, у него Суперская Альфа, но все-таки конское время перезарядки. И, в принципе, ребят, на этом все. А, нет, забыл. Сому АСМ. Ну, это совсем другая история. Это барабанная машина, которая, безусловно, ну, отличается по геймплею. И машина, ну, оправдывает данный ДПМ. Ну, и, ребят, на финише есть еще у нас провисающая немножко по ДПМу Шкода Т56. И вот, наверное, именно с этой машиной можно было бы как-то пытаться сравнивать. И сказать по поводу того, что Т57 лучше, чем Т56 Шкода во многих отношениях по орудию. Ребят, ну, это сравнение будет не совсем честным. Потому что, если вы посмотрите на всю таблицу, то поймете, что вы сравниваете, в принципе, два, ну, наихудших по орудию и по комфорту на нем танчика со всем уровнем, который есть. Поэтому я этим сравнением заниматься не хочу. Что касается процента по победам, то здесь уже интересно, откуда ни возьмись, 57%, ребят. А значит, есть теоретическая вероятность того, что данная машина все-таки не настолько плохая, кое я сейчас ее прорисовываю. Но прорисовываю-то я, ребят, ее, исходя из тех показателей, которые могу показать вам. А вот как она играется, мы сейчас попытаемся разобраться. Я для себя понял основные правила, которых необходимо придерживаться, играя на типе 57. Первое. Не подставляй свой нижний бронелист и не пытайся особо где-то там выпячиваться для того, чтобы не отхватывать по слабым зонам, которые довольно-таки не кислых размеров. Второе. Не уезжай от своих соперников никуда, не иди самостоятельно в прорыв и не дай себя окружить, потому что время твоей перезарядки в неполные 14 секунд, ну, скажем так, сыграют с тобой злую шутку. Ну что, поехали. Что меня всегда радовало на данной машине? Это время, которое необходимо для того, чтобы повернуть орудие в сторону. Оно вполне нормальное, оно вполне приемлемое. Есть машины с менее подвижными башнями, ну и, соответственно, на них отыгрывать немножечко сложнее. Что меня, безусловно, всегда смущает? Меня, безусловно, смущает время сведения. Сейчас на секунду остановлюсь, и вы поймете, о чем я говорю. Ну вот представьте себе, что мне надо в бочку попасть. Я пока сведусь, я реально родить успею. И это при том, ребят, что я мужского пола. Что касается того, насколько точное орудие. Попытаюсь показать, на дальних расстояниях в первую очередь дискомфортно отстреливать именно из-за времени сведения орудия. Ну вот я сейчас свожусь, да, и сколько времени мне на это надо? Ну просто капец реальный. Закидываем. Точность у орудия есть, и можно отыгрывать, если ты полностью свелся. Косяки, как правило, происходят с точностью данного орудия тогда, когда вы стреляете без полного сведения. Но опять-таки возвращаемся к времени этого полного сведения, которое оставляет желать лучшим. Ну что, попытаемся проехаться вместе со своими. Как я говорил, одно из правил, которых вы должны придерживаться, это не отходи от своих. Если вы уедете от своих ребят, то вы не сможете достойно оказывать сопротивление тем, кто будет вас разбирать из скорострельных ваших соперников. Так. Интересно, увижу его сейчас или нет? Ну вот время сведения, блин, приходится очень, очень томительно ожидать. Так. Ну вот то, что я говорил. Сейчас обратите внимание, куда прилетело. Как раз в те зоны, о которых я говорил. Причем, как вы видите, отверстие от снаряда находится даже выше. Блин, да хватит, в конце концов. Даже выше, чем пятак вот этот вот слабый, да? И все равно меня туда пробили. Хотя, вроде бы, скос брони. Точность орудия меня, блин, реально удивляет. Вот серьезно, с таким безбожным временем сведения, точность орудия должна была быть прям там вообще хуже некуда. Но на удивление, получается периодически точно забрасывать. Привет. Сейчас я сведусь и попытаюсь сделать тебе больно. Больно я тебе делаю не сильно, но в любом случае, я думаю, тебе это было неприятно. Крайне фартовая ситуация. Сводимся и ожидаем ошибки от соперника. Ждем. Не знаю, попал я сейчас по нему или не попал. Очень сильно надеюсь, что все-таки урон я ему накинул. АМХик, давай с тобой вместе попытаемся. Скорее всего, сейчас ты на себя примешь урон. Фатальный для себя. А я уже подъеду чуть ближе. Такс, смотрим. Вот наш товарищ. Угол склонения орудия просто шикарен. Действительно, без вопросов. Но теперь мне необходимо как-то немножечко схорониться. И это у меня явно сейчас не получится. Вот такая вот странная броня у данной машины. Как вы видите, вроде бы и скосы классные, вроде бы и все хорошо, но пробивают. Здесь на низинке понятное дело, что он меня пробил, потому что верхний бронелист у меня находился не под настолько шикарным, классным углом склонения. Ну и стоит отметить, что я допустил ошибку, от которой, в принципе, всех пытался уберечь. Я поехал сам, один. И, в принципе, ну вот в этом и была, наверное, основная ошибка. Чем сейчас дело закончится, досмотрим. Обязательно возьмем машину еще в одну каточку и попытаемся еще чего-нибудь годного на ней сделать. Ну и заценим те моменты, которые в данном бою заценить у нас не получилось. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, друзья, бой закончился. Бой закончился, к сожалению, поражением, но мы умудрились каким-то непонятным для меня образом накидать более 2000 урона. При этом, ребят, мы с вами, я бы не сказал, что сильно там потели и откуда взялся данный урон в 2130 единиц, мне, честно говоря, непонятно. Что касается доходности, не в минусе, да и слава богу, все-таки доходность необходимо смотреть по результатам победы, а не поражений. И при этом всем, ребят, мы занимаем первое место в команде по урону. Это довольно неплохо. Я хочу похвалить нашего поборника. Спасибо ему большое. Он действительно боролся до последнего. Ну и что касается ребят-победителей, я думаю, что они достойны того, чтобы их похвалить. Они действительно очень качественно и классно сыграли. В частности, вот эти двое товарищей, они вытащили бой. Ну и, соответственно, благодаря ним именно... И получила, в принципе, команда соперников свою победу. Ну что, берем машину и заезжаем еще в одну катку. Пока заходим в бой, приглашаю всех к себе на дискорд-сервер, где вы можете пообщаться с ребятами, которые разделяют с вами любовь к танкам. Вы можете ознакомиться с новостями игры, и они там публикуются, как только появляются в официальных источниках, вне зависимости от того, на каком сервере вы играете. А еще есть раздел новости канала, где публикуется информация о выходе новых видео. Это поможет вам их не пропустить, участвовать в розыгрышах, которые требуют просмотра подписчиками моего канала видосов, которые я выпускаю. Ну а среди призов у нас, как правило, премиумные машины, золотишко, ну либо пропуска на батл пасс определенного месяца. Так что, друзья мои, подписываемся на канал, составляем компанию. Нас уже 14 с половиной тысяч. Ну и я надеюсь, нас будет становиться все больше и больше. Поэтому присоединяйтесь. Я думаю, что скучно нам однозначно не будет. Ну что, попытаемся чего-нибудь сделать. Меня немножко смущает факт того, что мы здесь в городе с ВЗХ вдвоем. Это не очень хорошее. Дело в том, что с моим временем перезарядки, это, я бы даже сказал, очень плохо. Плюс к тому, наш тяж поехал форсировать гору и решил особо далеко не заезжать. Не совсем понимаю, чем он там, в принципе, занимается. Зачем он туда поехал? Так. Вот кому-кому. А типу 57-му однозначно бы не помешала новая механика боевая стабилизация. Вот это вот, или как там она называется. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нижний бронелист. Повезло мне, довернулся, поэтому загуслили меня. Но, как видите, отверстие как раз в нижнем бронелисте, и опять-таки в слабой зоне, которую я показывал изначально. Так Друзья Друзья, вернитесь пожалуйста С горы, вы на горе в принципе Особо ничего не сделали И при этом все Ничего хорошего здесь сейчас Не будет происходить, в частности со мной Сейчас мне будут делать больно А я не люблю Когда мне делают больно Так Ай-яй-яй-яй, повезло Ну что, поехали, клинчем Другого ничего нам не остается, слава богу я его пробить могу Это уже хорошо Единственное, что сейчас 50 ТП меня будет разбирать Уходим, 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 уходим Ребята, опять в клинч Есть И теперь к тебе надо нам тоже придвинуться максимально Для того, чтобы ты не мог мне ничего сделать Я же при этом сейчас попытаюсь что-то сделать Можно сейчас конечно докинуть немного, чтобы быстрее перезарядиться Но не хочу портить Портить инфу по заработанному серебру Ну что ж те, удар выдержали Уже неплохо Сказать, что прям совсем нудная машина Нет, однозначно недалеко Самая нудная в нашей игре Безусловно, не для каждого подойдет По темпераменту Но в целом, ребят Довольно неплохо 2400 единиц урона Три сделанных фрага Что касается результатов по фарму То, как вы видите Фарм, в принципе, довольно-таки небольшой С учетом активированного прем-аккаунта Неполные 67000 Я не могу сказать, что это зашкаливающая цифра Но, по-моему, довольно неплохая Что касается результативности по команде То первое место в команде По-моему, вполне себе даже заслужено Похвалим нашего игрока С командой, который занял второе место Но и обязательно похвалим двух ребят Которые в команде соперников Ну что ж, друзья Я показал вам машину такой Какой она есть на самом деле Что с этим делать Покупать или не покупать Решать, безусловно, вам Мое дело, ребят Выкатить ее из ангара И ничего не скрывая Показать все слабые и сильные стороны Того или иного танка в нашей игре Если вы за честный обзор Обязательно подписывайтесь на канал Обязательно пишите свои комментарии Ну и обязательно, ребят Жмите на колокольчик Чтобы не пропустить новые видео Я стараюсь для вас И побежал снимать новые видео А вам спасибо за просмотр Мира вам, друзья мои И обязательно спокойствия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok